Правительство Индии, Министерство Аюрведы, Международный день йоги, 2016 год. Такое чувство, будто первый Международный день йоги закончился только вчера. Йога объединила людей со всего мира, сплотив их в единый коллектив. Вся планета превратилась в площадку для занятий йогой, а йога стала способом обретения целостности. Теперь йогой занимаются не только для укрепления тела, но и для обретения душевного равновесия. Это второй Международный день йоги. Я хочу поздравить всех, кто занимается йогой. Уверен, скоро все жители планеты станут частью этого движения, полезного как для тела, так и для гармонизации человека со всей Вселенной. Йога – это не только упражнение. Она снимает напряжение и помогает людям обрести спокойствие. Йога успокаивает метущийся разум. Я призываю заниматься йогой, чтобы обрести мир в душе и помочь другим встать на путь мира. Йога – это наследие Индии. Сегодня йога известна во всем мире. Учителя йоги внесли большой вклад в ее распространение. Люди занимаются йогой, чтобы сохранить здоровье тела и духа. Я всех поздравляю с Международным днем йоги! Премьер-министр Нарендра Моди при поддержке Министерства Аюрведы при правительстве Индии организовал занятие йогой на проспекте Раджпатх в Нью-Дели. 21 июня 2015 года здесь прошел первый Международный день йоги, собравший массу участников. В этот день было установлено два рекорда Гиннеса. Первый – по числу собравшихся на Раджпатхе – 35 985 человек. И второй – по числу представителей различных национальностей, присутствующих на занятии йогой – 84. Миллионы людей по всему миру с удовольствием приняли участие в праздновании Первого Международного дня йоги. Йога – это духовная дисциплина, основанная на множестве тонких нюансов. Это наука и искусство здоровой жизни. Слово йога произошло от санскритского слова «юк», что значит «соединяться» или «объединяться». Согласно Древним Писаниям, йога ведет к единству индивидуального сознания с сознанием Вселенной. Йога обеспечивает равновесие разума и тела, гармонию человека с природой. Учение йоги было известно тысячи лет назад, задолго до того, как появились первые религии и верования. Шива, первый йог или Ади-йог, передал свои сокровенные знания семи ученикам, известным как Сапта-риши или Семь мудрецов. Йогой занимались еще в доведическом периоде. Отцом современной йоги считают Махариши Патанджали. Он систематизировал знания о йоге в йога-сутрах. Позже другие учителя йоги внесли свой вклад в сохранение, развитие йоги и ее распространение по всему миру. Существует множество разных направлений йоги. Это гьяна-йога, бхакти-йога, карма-йога, йога-патанджали, хатха-йога, кундалини-йога, дхьяна-йога, мантра-йога, лай-я-йога, джайна-йога, будха-йога и другие. У каждой школы свой подход и свои техники, ведущие к высшей цели йоги. Самые распространенные практики йоги – это яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи, бандха, мудра, шаткарма, юктахара. Мантра-джапа и юкта-карма. Занимающиеся йогой во время занятий должны следовать основным принципам. Йогой следует заниматься в тихой и спокойной обстановке, расслабив тело и освободившись от всех мыслей. Заниматься лучше всего на пустой желудок или после легкого перекуса. Если вы чувствуете слабость, можно выпить теплой воды с медом. Во время упражнений лучше надевать легкую хлопковую одежду, не стесняющую движений. Если у вас есть хронические заболевания, боли или проблемы с сердцем, перед занятиями йогой вам стоит проконсультироваться с врачом. Занятия должны начинаться с молитвы или чтения мантр. Это помогает очистить сознание. Упражнения следует выполнять медленно и без напряжения, чувствуя тело и дыхание. Не задерживайте дыхание, если это не указано отдельно. Не делайте резких движений. Они должны быть плавными. Выполняйте упражнения, исходя из своих способностей. Заканчивайте урок в тишине. Или мантрой Шанти-Патха. Спустя 20-30 минут после занятия можно поесть или принять ванну. Добро пожаловать в мир йоги. Добро пожаловать в мир мудрости, к которому мы стремимся так же, как стремились люди тысячи лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok Живи в гармонии, говори в унисон. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть проявится божественная сущность Во всех начинаниях на пути Духа. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в мир йоги. Мы начнем наше занятие с Чалана Крий, или техник расслабления, чтобы усилить микроциркуляцию. Наклоны головы вперед и назад. Встаньте прямо. Ноги слегка расставьте. Руки на талии. На выдохе медленно наклоните голову. Постарайтесь достать подбородком до груди. На вдохе наклоните голову назад. Вернитесь в исходное положение. Наклоны головы влево и вправо. На выдохе медленно наклоните голову вправо. Постарайтесь коснуться ухом плеча. На вдохе вернитесь в исходное положение. На выдохе наклоните голову влево. Вдох. Исходное положение. Поворота головы влево и вправо. На выдохе медленно поверните голову вправо, чтобы подбородок был параллельно плечу. На вдохе вернитесь в исходное положение. На выдохе поверните голову влево. На вдохе поверните голову прямо. Вращение головой. Наклоните голову вперед, достав подбородком до груди. На вдохе медленно поворачивайте голову по часовой стрелке. На выдохе опустите голову. Вращайте головой против часовой стрелки. Как шея растягивается. Как расслабляются мышцы и суставы. Как из шеи уходит напряжение. Если у вас боли в шее или спондилит, делайте упражнение с осторожностью. Движения плечами. Встаньте прямо. Ноги вместе. Руки по бокам. На вдохе поднимите руки над головой, держа их ладонями к себе. На выдохе опустите руки. При выполнении этого упражнения руки не должны касаться ни головы, ни бедер. ладони должны быть выпрямлены, пальцы вместе. Вращение плечами. Встаньте прямо. Поднимите руки в стороны. Поставьте пальцы левой руки на левое плечо, а пальцы правой руки на правое. Совершайте полные круговые движения локтями. При движении вперед дотроньтесь локтями друг до друга. Поднимая локти, дотроньтесь до ушей. При движении назад распрямите спину. Опуская локти, дотроньтесь до боков. Теперь вращайте против часовой стрелки. Повторите пять раз. Это упражнение укрепляет мышцы, кости и нервное окончание плеч. Оно полезно при шейном спондилите и синдроме замороженного плеча. Повороты корпуса. Поставьте ноги на ширине плеч. Поднимите руки до груди, держа их ладонями друг к другу. На выдохе повернитесь направо, чтобы левая ладонь дотронулась до правого плеча. На вдохе вернитесь в исходное положение. На выдохе повернитесь влево, дотрагиваясь правой ладонью до левого плеча. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите. Двигайтесь плавно, помните о дыхании. Это упражнение противопоказано при заболеваниях позвонков и межпозвоночных дисков и во время менструации. Опустите руки и расслабьтесь. Движения коленями. На вдохе поднимите руки на уровень плеч. На выдохе согните колени и сделайте глубокий присед. На вдохе выпрямитесь. Повторите еще два раза. Это упражнение укрепляет колени и тазобедренные суставы. Упражнение противопоказано тем, кто страдает острым артритом. На выдохе опустите руки. Теперь приступим к асанам. Тадасана. Тад означает пальма. Расставьте ноги на пять сантиметров друг от друга. Соедините пальцы в замок и поверните руки ладонями от себя. На вдохе поднимите руки над головой. Оторвите пятки от пола и стойте на носках. Оставайтесь в этой позе 10-15 секунд. Эта асана развивает чувство равновесия, помогает расслабить спинно-мозговые нервы, исправляет асанку. На выдохе опустите пятки, расслабьте замок и опустите руки через стороны. Вернитесь в исходное положение. Врикшасана. Врикша означает дерево. Расставьте ноги на пять сантиметров друг от друга. Смотрите прямо перед собой. На выдохе согните правую ногу и упритесь ступней во внутреннюю поверхность левого бедра. Пятка должна дотрагиваться до паха. На вдохе поднимите руки вверх и соедините ладони. Задержитесь в этой позе на 10-15 секунд. Дышите ровно. Это упражнение улучшает нервно-мышечную координацию, выносливость и концентрацию внимания. Упражнение противопоказано больным артритом и ожирением. На выдохе опустите руки и правую ногу. Повторите асану. Согните левую ногу, ступня упирается в правое бедро, пятка касается паха. На вдохе поднимите руки и соедините ладони. Расслабьтесь. Пада хастасана Пада означает ступня, хаста – рука. На вдохе поднимите руки вверх. Потянитесь кверху. И на выдохе наклонитесь вперед, чтобы ладони коснулись земли. Задержитесь в этой позе на 10-30 секунд. Если вы не можете низко нагибаться, наклонитесь так глубоко, как сможете. Сделайте вдох. Медленно поднимитесь, держа руки над головой. На выдохе медленно вернитесь в исходное положение, опустив руки. Расслабьтесь. Артха Чакрасана Положите руки на поясницу. На выдохе наклоните голову назад, потяните мышцы шеи и прогнитесь назад. Расслабьтесь, дышите спокойно, задержитесь в этой позе на 10-30 секунд. Эта Асана развивает гибкость спины, укрепляет спинномозговые нервы, способствует более глубокому дыханию. На вдохе вернитесь в исходное положение, расслабьтесь. Если у вас гипертония, выполняйте это упражнение с осторожностью. Триконасана Трикона означает треугольник. Широко расставьте ноги. Медленно поднимите выпрямленные руки на уровень плеч. На выдохе наклонитесь вправо и поставьте правую руку за правую ступню. Левая рука поднята наверх, параллельно правой. Оставайтесь в позе 10-30 секунд. Дышите спокойно. Эта поза предотвращает плоскостопие, укрепляет мышцы голени, бедра и косые мышцы живота. На выдохе медленно поднимитесь. Повторите с наклоном влево. Упражнение противопоказано при смещении позвоночных дисков и шасси и после полосных операций. Не делайте упражнение через силу. Бхадрасана Теперь приступим к позам в положении сидя. Бхадрасана означает крепкий. Сядьте, вытянув ноги перед собой. Положите руки рядом с бедрами. Это Дандасана. Соедините стопы вместе. На выдохе обхватите руками стопы. Подвиньте их как можно ближе к паху. Это и есть Бхадрасана. Задержитесь в этой позе. Бхадрасана укрепляет тело и успокаивает разум. Теперь выпрямите ноги и сядьте в Вишрамасану. Асана противопоказана больным острым артритам и Ишиасам. Ваджарасана Сядьте в Дандасану, согните ноги в коленях и подверните их бедра плотно сжаты пальцы ног находятся под ягодицами. Положите руки на колени держите спину прямо. Это Ваджарасана. Ардха Уштрасана Сядьте в Ваджарасану, встаньте на колени, положите руки на поясницу пальцами вниз, держите локти параллельно друг к другу. Прогнитесь назад, потяните мышцы шеи, постарайтесь прогнуться максимально глубоко. на выдохе расслабьтесь. Задержитесь в этой позе на 10-30 секунд. Дышите спокойно. Эта поза укрепляет мышцы спины и шеи. Она избавляет от запоров и болей в спине. На вдохе поднимитесь. Сядьте в Ваджарасану. Расслабьтесь. Теперь выполним полную Уштрасану. Сядьте в Ваджарасану. Колени прижаты к полу. Бедра плотно сомкнуты. Встаньте на колени. Расставьте колени на несколько сантиметров. На вдохе наклонитесь назад. Положите правую ладонь на правую пятку. а левую ладонь на левую пятку. Наклоняясь назад, не делайте резких движений шеей. Уштрасана очень полезна при проблемах со зрением, а также при болях в спине и шее. Асана помогает избавиться от излишков жира на животе и бедрах. Асана противопоказана людям, страдающим от высокого давления, сердечных заболеваний и грыж. На вдохе выпрямитесь. Сядьте в аджарасану. Расслабьтесь. Шашанкасана Шашанк означает «заяц». Широко раздвиньте колени. Стопы лежат под ягодицами. Поставьте ладони перед собой. На выдохе медленно вытянитесь. наклонитесь вперед и положите подбородок на пол. Руки держите параллельно друг к другу. Смотрите вперед. Это Шашанкасана. Эта поза помогает снять напряжение и раздражение. На вдохе поднимитесь. На выдохе вернитесь в аджарасану. Вытяните ноги и сядьте вишрамасану. При остеоартрите эту асану нужно выполнять с осторожностью. Уттана мандукасана. Буквально перевод уттана мандукасаны это поза вытянувшейся лягушки. Сядьте в аджарасану. Широко раздвиньте колени, держа стопы вместе. На вдохе поднимите руки. Скрестите их за головой и положите скрещенные руки на верхнюю часть плеч. держите спину прямо. Задержитесь в этой позе. Эта асана помогает от болей в спине и шее. Она улучшает подвижность диафрагмы и увеличивает объем легких. Асана противопоказана людям с острыми болями в коленях. На вдохе медленно поднимите обе руки вверх. Положите их перед собой и соедините колени как в исходном положении. Вакрасана Вакра означает скрученный. Согните правую ногу и поставьте ее рядом с коленом левой. Поставьте левую руку перед правым коленом и положите ладонь рядом со стопой. На выдохе поверните торс и голову вправо. Задержитесь в этой позе. Поверните голову вперед. На выдохе уберите руку. Вытяните ногу. Теперь сядьте в вишрамасану и расслабьтесь. Эта асана улучшает гибкость спины, избавляет от запоров, расстройство желудка и помогает при диабете. Повторите асану в другую сторону. поверните голову вперед, на выдохе уберите руку и выпрямите ногу. расслабьтесь. Расслабьтесь сядьте в вишрамасану. Макарасана Макара означает крокодил. Лягте на живот, широко раскиньте ноги носками наружу. Положите голову на руки. Расслабьтесь. Это Макарасана. Эту асану выполняют, чтобы расслабить тело перед асанами на животе. Асана снимает напряжение с поясницы. Бхуджангасана Теперь приступим к позам на животе. Бхуджангасана Бхуджанга означает змея или кобра. Лягте на живот, положите голову на руки и расслабьтесь. Соедините ноги и вытяните руки. Упритесь лбом в пол. Поставьте ладони у груди. Поднимите локти. На вдохе поднимите корпус, прижав низ живота к полу. Это худжангасана. Асана помогает снять стресс, а также при болях в спине и болезнях бронхов. выдох. Лоб упирается в пол. Вытяните руки. Раскиньте ноги. Подтяните руки к себе и положите на них голову. Расслабьтесь. шалабхасана. Шалабха значит саранча. Лягте на живот. Соедините ноги. Положите подбородок на пол. Положите руки по бокам, ладонями вверх. На вдохе поднимите ноги как можно выше, не сгибая колени. вытяните руки и ноги, чтобы ноги поднялись выше. Дышите спокойно. Эта асана помогает при ишасе и полезна для поясницы. Она приводит мышцы бедер в тонус. На выдохе опустите ноги на пол. Положите руки перед собой. положите на них голову. Асана противопоказана при сердечных заболеваниях. Ситу бандхасана. Переходим к позам на спине. Ситу бандхасана. Ситу бандха означает построение моста. Соедините ноги. Положите руки по бокам. Согните ноги в коленях. Придвиньте стопы к тазу. Крепко возьмитесь за лодыжки. На вдохе медленно поднимите таз как можно выше, приняв позу моста. Дышите спокойно. Это ситу бандхасана. Она помогает при депрессии и тревожности. Укрепляет мышцы поясницы. На выдохе медленно опуститесь и расслабьтесь. Лягте на спину. Запомните, асана противопоказана женщинам на последних неделях беременности. Уттана падасана поза с вытянутыми ногами. В этой асане положение лежа ноги подняты вверх, как и следует из названия. Лягте на спину, вытянув ноги. Положите руки по бокам. На вдохе медленно поднимите ноги, не сгибая в коленях. Поднимите ноги на 30 градусов от пола. Оставайтесь в этой позе, не забывая о дыхании. На выдохе медленно опустите ноги. Положите их на пол. Асана гармонизирует чакру набхи манипура. Ардха халасана поза полуплуга. Эта поза называется ардха халасана, потому что поза плуга выполняется не полностью, а лишь наполовину. Лягте на спину. Положите руки по бокам, ладонями к полу. Медленно поднимите ноги наверх, не сгибая колени. Сначала поднимите их на 30 градусов, потом на 60 градусов и, наконец, до угла в 90 градусов. Так выглядит ардха халасана. Держите спину и ноги прямо. Теперь медленно опустите ноги на пол, не поднимая головы. Асана полезна при гипертонии, но в любом случае соблюдайте осторожность. Люди, страдающие от боли в пояснице и спине, не должны одновременно поднимать обе ноги, выполняя эту асану. павана муктасана согните колени, прижмите их к груди, соедините руки в замок, обхватите ноги чуть ниже колен, поднимите голову и плечи, пытаясь достать подбородком до колен. Это павана муктасана. Она помогает при запорах, вздутии живота, приводит тонус мышцы спины и спинномозговые нервы. Положите голову на пол. Выдох. Вытяните ноги. Расслабьтесь. Асана противопоказана при травмах мышц брюшного пресса, грыжи и шасси и во время беременности. Шавасана Шав означает мертвец. Эту асану выполняют для полного расслабления. Лягте на спину, слегка раздвинув ноги и раскинув руки. Ладони наверх. Глаза закрыты. Расслабьте все тело. Ощутите, как вы дышите. Дышите медленно и ритмично. Оставайтесь в позе до тех пор, пока полностью не расслабитесь. Эта асана помогает при любом напряжении, снимает усталость как тела, так и разума. Она очень полезна при стрессе или его последствиях. и подождите. Капалабхати Упражнение стимулирует дыхательные центры в лобной доле мозга. Сядьте в любую медитативную позу. Закройте глаза. Полностью расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох. Наполните легкие воздухом. Сделайте усиленный выдох, втягивая живот в себя. Продолжайте активные выдохи и медленные вдохи. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох и расслабьтесь. Это один цикл Капалабхати. После каждого цикла необходимо глубоко дышать. Сделайте еще два цикла. Капалабхати 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 прочищает носоглотку, помогает при кашле и при лечении простуд, ринитов, синуситов, астмы и заболеваниях бронхов. Продолжение следует... Это попеременное дыхание через правую и левую ноздрю. Сядьте в медитативную позу, держите спину прямо, не опускайте голову, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и расслабьтесь. Положите левую ладонь, сложенную в гьяну мудру, на левое колено. Пальцы правой ладони сложите в насекагра мудру, зажмите правую ноздрю большим пальцем правой руки, сделайте вдох левой ноздрю. Зажмите левую ноздрю, сделайте выдох правой ноздрю. Теперь сделайте вдох правой ноздрю. Зажмите ее и сделайте выдох через левую ноздрю. Это один цикл Надишотханы или Анулома Вилома Пранаямы. Повторите еще пять раз. Начинающие должны делать равные по длительности вдоха и выдохи. Со временем соотношение продолжительности вдоха и выдоха должно стать один к двум. Дыхание должно быть мягким, спокойным и сдержанным. Основная цель этой пранаямы — очистить главные каналы энергии. Пранаяма полезна для всего тела. Она способствует спокойствию, улучшает концентрацию внимания, дает прилив жизненных сил, снимает стресс и тревожность. Она также полезна при кашле. Шито ли пранаяма? Шито означает холодный, а также спокойный и бесстрастный. Как следует из названия, эта пранаяма охлаждает тело и разум. Сядьте в падмасану или любую другую удобную позу. Положите руки на колени, сложите пальцы в гьяну мудру или анджали мудру. Высуньте язык и сверните его в трубочку при помощи губ. Сделайте вдох через эту трубочку. Вдох должен быть как можно более глубоким. Закройте рот. Сделайте выдох через нос. Шито ли пранаяма очищает кровь и охлаждает тело. Пранаяма полезна людям, страдающим от высокого давления. Она утоляет жажду и успокаивает голод. Помогает наладить пищеварение и выведение желчи при ее избытке. Она также полезна для кожи и зрения. Пранаяма противопоказана при простуде, кашле и тонзилите. Храмари пранаяма Бхрамара означает «черная пчела». Во время выдоха необходимо издавать звук, напоминающий жужжание черной пчелы. Сделайте глубокий вдох носом. Теперь сделайте медленный выдох, издавая негромкий гудящий звук, похожий на жужжание. Это один цикл пранаямы. Повторите еще два раза. Это успокаивающая пранаяма. Она помогает при любых проблемах, вызванных стрессом. Теперь сделайте пранаяму с шанмукхи мудрой. Закройте уши большими пальцами. Положите указательные пальцы на глаза. Средние пальцы на ноздри. Безымянные пальцы и мизинцы на губы. Слегка отведите пальцы от носа и сделайте вдох носом и медленный спокойный выдох, издавая низкий гудящий звук. Это подготовительная пранаяма для концентрации и медитации. Дхьяна. Теперь подготовимся к Дхьяне. Дхьяна или медитация – это продолжительное сосредоточение. Сядьте в любую медитативную позу. Держите спину прямо. Положите руки в Гьяна Мудри ладонями вверх на колени. Расслабьте руки и плечи. Закройте глаза и слегка поднимите голову вверх. Не нужно пытаться фокусировать взгляд. Просто сконцентрируйтесь на точке между бровями. Дышите спокойно. Дхьяна успокаивает и отрезвляет разум. Она улучшает концентрацию внимания, память, делает мысли чистыми и укрепляет силу воли. Она омолаживает тело и разум, обеспечивая необходимое расслабление. Дхьяна вызывает положительные эмоции. Конечная цель медитации — самореализация. Продолжайте спокойно медитировать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас произнесем обещание. Я обещаю самому себе стать здоровым, спокойным, веселым и любящим человеком. Любое мое действие будет направлено на создание мирной и полной любви атмосферы вокруг меня. Я буду расширять границы того, кем я являюсь сейчас. Я становлюсь частью всего мира. Я осознаю единство своей жизни с жизнями других людей. Я осознаю единство всех, кто живет на земле. Закончите занятие йогой, мантрой Шантипадха или молитвой Вселенной. Пусть все будут счастливы. Пусть все будут здоровы. Пусть все видят благое. Пусть никто не страдает. Пусть никто не страдает. Мир. 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 Продолжение следует...